МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один закон, подписанный главой государства, дает правительству право оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. Одновременно расширяются полномочия Кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установление минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по России на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии. Также принят закон, который дает возможности Банку России право менять тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год. Размер нового пособия на детей от 8 до 16 лет в семьях с низкими доходами составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума ребенка в регионе. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. В среднем по России это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Ранее Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей. От 8 до 16 лет президент уточнил, что эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Семь районов Забайкалья объявили режим ЧС за выходу грунтовых вод. Подтоплено 209 приусадебных участков и 55 подполей жилых домов, сообщается на сайте управления МЧС по краю. Режим ЧС действует в Балийском, Сретенском, Чернышевском, Шилкинском, Тунгакочинском, Красночекойском и Нерчинском районах. Также этот режим введен на территории Сретенска. Грунтовые воды продолжают топить дороги, наледью покрытые 19 участков дорог местного значения, протяженностью почти 7 тысяч метров. Один участок дороги территориального значения протяженностью 1700 метров. На ликвидации последствий работают 139 человек и 64 единиц техники. Из них это МЧС 15 человек и 5 единиц техники. Ситуация находится на контроле, работает оценочная комиссия.